Добрый вечер, Самара! Снова пятница, а это значит пришло твое время. Время интересных новостей, необычных историй и долгожданных гостей. Итак, сегодня в программе то, о чем говорит весь город. Триумфальное возвращение остановки на проспекте Ленина. Актуальная и самая правдивая информация о городских катках. Есть чем гордиться. Самарский фотограф Светлана Маковеева вновь покоряет мир. А самарские сурки Иван и Ева рассказали о весне. А вы не проспите все самое интересное в городе на этих выходных. Открытие музея живой истории, февральскую вечеру, оживающие полотна, спектакли и кино на любой вкус. А также удивительное сочетание красоты и обаяния. Дизайнер, театральный художник, арт, директор фестиваля моды и театрального костюма, поволжские сезоны Александра Васильева, Мария Казак в нашей студии. Что ж, начинаем, пришло твое время. Хорошая новость прилетела буквально вчера. Отныне и, надеемся, навеки трамваи, следующие по проспекту Ленина по направлению из города, будут останавливаться на остановке проспект Ленина на прежнем месте, сразу после поворота с улицы Полевой. Кто не в курсе, трамвайную остановку на этом месте убирали три года назад, совместив ее с Первомайской. Приходилось долго топать до остановки. Теперь же все чудесно и удобно, так что город становится все комфортнее. И еще одна полезная транспортная новость. Во время чемпионата мира по футболу в Самару назначат дополнительные электрички с Жигулевского моря и от аэропорта. Составы будут курсировать в дни матчей и пойдут по маршрутам Самара-Жигулевское море и Самара-аэропорт Курумыч. Расписание движения дополнительных поездов станет известно позже. А тем временем паблик «Нетипичная Самара» сообщает, что на катке Самарской набережной обновили лед. Если вы там еще не были, обязательно загляните в поиски хорошей компании и активного отдыха. Бесплатный каток площадью 3,5 тысячи квадратных метров расположен на второй очереди набережной между бассейном ЦСКА Самара и Маяковским спуском. Так вот, накануне каток залили и отшлифовали, так что смело можно кататься. Тем более, что работает прокат коньков. Ну а всю актуальную информацию о городских катках можно узнать в сообществе ВКонтакте «Зимние катки в Самаре». Здесь собрана вся актуальная информация по ледовым каткам в городе. Условия проката, где самая лучшая заточка коньков, где есть камеры хранения, можно ли выпить горячего чаю и в этой же группе можно найти себе веселую компанию для катания. Всегда радостно, когда земляки добиваются успеха и признания на международном уровне. На минувшей неделе вся Самара радовалась за фотографа Светлану Маковееву. Дело в том, что жюри престижного международного конкурса фотографию фонда Альянс Францесс выбрала снимок Светланы для демонстрации на выставке, которая будет показана по всему миру. Тема конкурса – мода и дресс-коды. Сначала жюри выделило две фотографии Светланы под названием «История и современность». Второй этап отбора состоялся в Париже. Его прошел только один кадр. Светлана настоящая молодец и мастер своего дела. В ноябре 2017-го ее проект «Восстановить Россию» попал на обложку «Гардиан». А ранее фотографии из парада 7 ноября на площади Куйбышева публиковали в этой же британской газете. Доспехи, костюмы, вооружения, украшения средневековой Руси. Как жили наши предки, что ели, что носили, какими ремеслами владели. Все это теперь можно увидеть на выставке «Музея живой истории», который открылся на базе центра «Кириллица» при поддержке военно-исторического клуба «Легенда». Выставка будет работать до 1 апреля, только по субботам и воскресеньям с 11 до 18 часов. Тех, кому близка тема русского народного творчества, приглашают на февральскую вечеру. Клуб русской плясовой традиции «Карагот» и проект «Волжская вечера» приглашают танцевать, плясать, под гармошку частушки петь, в барабан бить. Встреча пройдет в гостиной комнате костела. Как бы удивительно это ни выглядело. Суббота, 3 февраля, начало в 17.00. В субботу в «Авроре» открывается грандиозная выставка «Оживающие полотна. Ренессанс. Гении эпохи». Дух захватывает слабо сказано. Огромные многометровые полотна оживают прямо на глазах. Рафаэль, Микеланджело, да Винчи и другие великие художники. Ренессанса окажутся впервые так близко. В субботу в «Амбаре» праздник для малышей. Конкурсы с призами и подарками. Детские показы мод. Соревнования по танковым боям. Аквагрим. Бесплатный мастер-класс по созданию фигур из шаров. Шоу мыльных пузырей и многое другое. Каминная зона. Вход свободный. Начало в 13.00. В воскресенье отправляемся в загородный парк на третий турнир по ледовым гонкам для детей и их родителей. От Самарского футбольного клуба «Крылья советов». Регистрация участников начнется в 10.30 на спуске к «Волге». В 11.30 начало заездов на ватрушках в трех категориях – детская, взрослая и парная. Победители и призеры получат ценные призы. Заезды будут проходить на ватрушках клуба. Свой инвентарь не пригодится. Киновертикаль приглашает на балет Джона Ноймайера в трех действиях с прологом на музыку Фредерика Шопена. По роману Александра Дюма «Дама с камелиями». Постановка «Большой театр России». Балет, о котором говорят. В главных ролях Светлана Захарова и Эдвин Ривазов. 4 февраля, воскресенье, начало 18.00. Вот все говорят, спит как сурок. А тем временем в Америке у сурка есть множество других имен и прозвищ. Его зовут цыпой, земляной свиньей, свиньей свистуном и даже рыжим монахом. О том, как встречали гостей самарские сурки Иван и Ева, расскажем прямо сейчас. Всем привет! Меня зовут Данил Лычко. Сегодня в Самарском зоопарке праздник. Сурки Ева и Иван предсказывают весну. По их мнению, весна будет совсем скоро. Пообщаться с маленькими предсказателями можно будет любой день с 10 утра до 6 вечера. А по субботам и вторникам с 13.00 до 14.00 зверушки будут рады вкусняшкам и обнимашкам. Существует такое поверье. Чтобы узнать, когда закончится зима, нужно посмотреть на сурка 2 февраля. Считается, что если он продолжит спать, зима будет длиться еще 6 недель. Если же зверек проснулся, значит весна близко. Удивили и сызранские школьники, которые выложили в сеть видео с игрой робо-боулинг. Как видно в ролике, вместо шара для боулинга используются роботы. Цель игры – сбить конструкцию из банок и остановиться в заданном месте. По правилам робот не должен выезжать за пределы отмеченной зоны. И ребята умные, и робот непростой. Школьники программируют робота в специальной программе, а он уже с помощью ультразвукового датчика измеряет расстояние до банок. Ничего не напоминает? Конечно же, кота-боулинг. Тоже, знаете ли, весьма популярная забава у владельцев кошек. Суть примерно та же. Сбить рулоны туалетной бумаги или пустые бутылки и получить при этом невероятное удовольствие и заряд позитива, так как котам это нравится не меньше. СМСки от МЧС на минувшей неделе не обсуждал только ленивый. И такое ощущение, будто все прям жадно хотели снежный апокалипсис, лишь бы не ходить в школу или на работу. Так вот, друзья, специально для вас самый правдивый прогноз погоды на Самара ГИС. В субботу в Самаре будет пасмурно, а возможен небольшой снег. Днем минус 7, минус 9. Ветер южный 2,5 метров в секунду. Влажность воздуха 85 процентов. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. В воскресенье и вовсе синоптики обещают дождь со снегом и минус 1. Ветер юго-восточный порывистый 7,9 метров в секунду. Влажность воздуха 90 процентов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Магнитное поле неустойчивое. К вечеру 4 февраля снегопад усилится. И к понедельнику обещают 0 плюс 1. К хорошему быстро привыкаешь. Поэтому на нашего Артема смотришь каждый раз, как в первый раз. В этот раз он очутился на улице Ленинградской. Привет, с вами Артем Устинов. Мы сейчас находимся на Ленинградской. Это одна из самых известных, конечно, самых любимых жителям Самары улиц города. А какие еще они места для себя считают культовыми, мы сейчас у них узнаем. Самарская площадь, площадь Славы, площадь Куйбышева и вообще Ленинский район в основном. Любим гулять. Очень красиво набережная у нас. И вообще город наш красивый. Старинный город. Спуск к Волге. Очень хорошая улица, красивая. Сейчас благоустраивает тем более. Болгогвардейскую люблю. Я здесь родился. То есть вы живете здесь? Да, ну практически. Сейчас уже не здесь, раньше жил. Набережная, наверное. Струковский парк. Сейчас который на реставрацию. Честно говоря. Ну, парк Гагарин, возможно. Набережная, шикарная. Вот только приехал из Питера. Очень напоминает Питер. Старый центр Самары. Ну и как было обещано в самом начале, наша очаровательная гостья. Дизайнер. Человек, который, мне кажется, читает в себе и красоту, и обаяние, и удивительный профессионализм. Арт-директор Поволжских сезонов Александра Васильева. Мария Казак в нашей студии. Мария, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Ну, я много чего интересного начиталась, пока искала и готовилась к эфиру информацию. Ну, как вообще все это сочетается, успевается, и как вот это все сложилось, и как на все это хватает сил, энергии, времени и вообще себя? Наверное, тому, что мы имеем, мы обязаны прежде всего своим родителям. Потому что то, чем я занимаюсь, это наше семейное дело. Это начала моя мама и организацию фестиваля, и она конструктор-модельер одежды по образованию. И мое детство, проведенное в Куйбышевском доме моделей, среди тряпочек, кусочков тканей, манекенов, оно не пропало даром. Мой папа всегда был руководителем, занимал руководящие должности, и его вот эта энергия по организации каких-то процессов тоже мне передалась. Передалась, да. И то есть я не могу сидеть без дела, и любая свободная минута, которая у меня появляется, она обязательно должна быть чем-то занята, поэтому не могу спокойно... Ни минуты покоя. Ни минуты покоя. Все время что-то творю, организовываю, ну вот так вот устроено. Но если брать по порядку дизайнеров, коротко об этом, об этой стороне своей жизни. Да, закончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет, дипломированный дизайнер одежды. То есть профессия шла осознанно? Да, да. Как бы и вопросов о выборе профессии передо мной не стояло. Ни врач, ни учитель. Нет. Вот, дизайнер. Да, с детства как-то в эту сторону меня тянуло. И дипломированный дизайнер. И сейчас уже член Союза дизайнеров России. В Самаре есть отделение региональное, и мы даже организовались в отдельную секцию дизайна костюма. И мои коллеги даже выбрали меня руководителем этого направления. Секция дизайн костюма. Поэтому обязывает. Это еще две строчки, мне кажется. Отлично. Так, художник-постановщик. Да, мы в силу нашей основной деятельности очень много работаем с театрами. Мы в нашей мастерской изготавливаем для них костюмы. Это же такая фантастическая работа. И вот мой диплом дизайнера одежды немножечко трансформировался в том числе, что я создаю костюмы и для театральных постановок. И оформление декораций тоже. И мне посчастливилось за вот свою трудовую карьеру поработать практически со всеми самарскими театрами. Это какие спектакли, если вдруг сейчас кто-то смотрит, кто театрал любит и уже оценивает? В Самарском академическом театре оперы-балета это «Буратино». Полностью моя постановка как художника-сценографа и художника по костюмам. В театре «Самарта» это «Чиполино». Спектакль, помимо этого, было много новогодних спектаклей. Некоторые из них сейчас уже не идут в репертуаре. «Чиполино» до сих пор репертуарный спектакль. В театре «Самарская площадь» это спектакль «Коломба». Были спектакли в театре «Актерский дом». Из последних постановок это работа с театром «Колесо» в Тольятти. Это фантастические костюмы. Обязательно покажем. Это детский новогодний спектакль, а он остается в репертуаре. И более того, с театром «Тольяттинским». У нас дальше мы идем уже на классику серьезную замахиваемся. Ну, может быть, в следующую встречу я расскажу уже об этом проекте, пока это еще проект. Ну, хорошо. Пусть все получит обязательно. Арт-директор сезонов Павловских, тех самых, которые гремятся на всю страну. Да. Сезоны были придуманы как бренд моей мамы Ольги Казак и ее партнером Ольгой Андреевой. И они предложили эту идею Александру Васильеву в 2000 году. Ой, как давно это было. Александр сразу ее поддержал. И фестиваль впервые был проведен в Самаре в 2001 году. И тогда я была еще студенткой-первокурсницей и помогала как волонтер на подхвате, на самых простых каких-то таких должностях. Вот. Потом участвовала как участник уже, занимала места. И когда уже закончила институт в 2007 году, уже полностью влилась в команду на уровне со специалистами и стала вот курировать направления развития фестиваля, международные направления. Ну, все самое сложное, мне кажется. И арт-составляющую, да. Такая вот именно связь с общественностью. Могла бы Маша Казак, студентка первого курса, знать и вообще думать о том, что она станет арт-директором этого фестиваля? Не могла. Некогда было думать, все время была действовать в работе. Все время была чем-то занята, да. А мама строгий критик по отношению к Маше как к творческой единице, не как к дочери? Самый строгий. Это самый строгий критик. И когда говорят, ой, тебе, наверное, проще, у тебя же мама в этой же профессии, тебе, наверное... Бумат, наверное. Да, многое дается проще. На самом деле, сложнее. И моя одногруппница в институте, когда я шла отвечать билеты своей маме, она у меня была... Держали пальцы. Они говорили, ну все, казак сейчас ответит все билеты. Мы ответили по одному билету, она ответит все. На самом деле, наверное, для меня это самый строгий критик. Помимо моего внутреннего голоса, это моя мама. Как часто бывает так, что вы делаете что-то вместе из последнего? Что делали вместе? Наверное, сейчас уже чаще мы каждый своим направлением. Мы работаем вместе, тем не менее, у нас у каждого свой путь. И, наверное, труднее было осознать, что мы, несмотря на то, что мы вместе, мы все-таки порознь. Наверное, это был самым трудным моментом и для нее, и для меня. И при видимости, что мы работаем вместе, все-таки каждый работает над своим направлением. Так, у меня такой вопрос. По воске сезона с 2001 года, друзья, если вы не знали, цифра впечатляющая, конечно. Конечно, в этом году ждать нам, конечно же. Октябрь. Потому что очень многие начинают за годи шить, ведь нужно долго. Можно ли как-то узнать информацию, подготовиться, проконсультироваться, куда-то позвонить, обратиться? Да, у нас есть сайт, у нас есть все там данные, есть данные оргкомитета. Те участники, которые уже знают про нас, они уже звонят и уже начинают приходить заявки, хотя официально прием заявок еще не объявлен. Это всегда октябрь, как правило, вторая или третья неделя октября. Мы ориентируемся, что это будет с 10 по 14 октября. Эти даты с Александром уже обсудили. Согласованы, внесены. И Александрам была предложена тема, конечно же, мода и спорт. Поскольку мы без этого никуда не могли обойтись. Ох, интересно. Тем более фестиваль был общественной палатой Самарской губернии, выбран как один из брендов губернии. И мы, конечно же, должны были поддержать все вот это футбольное течение и всю эту футбольную активность, которая будет проходить в нашем городе. И мы надеемся, что Поволжские сезоны станут логичным продолжением этому международному проекту, который будет сначала у нас иметь в виде футбола место в нашем городе, а потом на нашем фестивале. Потихонечку перейдет на подиумы. Ну, а если брать все-таки фестиваль и лица, фестиваль и личности людей, кем можно похвалиться? Через фестиваль проходит огромное количество молодежи. Потому что это прежде всего культурно-образовательное. Это мероприятие не коммерческое, это прежде всего образовательное. И Александр Васильев, как меценат, занимается этим абсолютно бесплатно. С целью эту молодежь взрастить. Дать им такой шанс стартапа на нашей площадке, нашего фестиваля. Дизайнеров участвует очень много, но звездами, конечно, могут стать только единицы. Нам есть кем гордиться. Такие имена, как Кирилл Гасилин, ставший обладателем гран-при второго фестиваля. Сейчас уже известный российский бренд с оборотом в несколько миллионов евро в год, продающийся в интернете. Есть такие дизайнеры, как Александр Хрисанхов, как Мария Кирейкина, Кристина Харлашкина, наша победительница, работает в Нью-Йорке на один из предыдущих брендов. Да, я не могу об этом спокойно говорить, потому что это все наши друзья, наши любимые дизайнеры. То очень, как бы, пусть проходил на ваших глазах. Да, и самое отрадное для нас, что, когда они добиваются успеха, они возвращаются к нам уже в виде членов жюри, в виде партнеров фестиваля. Мария Кирейкина уже подарила следующим молодым подрастающим дизайнерам профессиональную швейную машинку. Кристина Харлашкина приезжает к нам, прилетает к нам из Бельгии до этого, сейчас из Нью-Йорка, как член жюри, чтобы поделиться опытом с молодежью. Они сами там были. Вот самое для нас ценное, что вот эта вот цикличность, она есть. И нам очень радостно от этого, это нас вдохновляет дальше работать. Как получилось, что Павловские сезоны уехали в Китай? Чья это была идея вообще, кто виноват? Как так случилось? Я виновата, потому что международное сотрудничество у фестиваля было всегда. Но раньше мы больше ориентировались на Европу, и уже у нас были гости из Франции, члены жюри, и мы ездили уже в Марсель с показами наших дизайнеров. И мы знаем, что там мы уже единомышленников нашли. А вот Азия, это было для меня таким своего рода экспериментом. Я думаю, просто так далеко вообще? Это далеко, но это очень перспективно. И на самом деле многие наши дизайнеры уезжают работать в Китай на бренды. Те, кто не организовывается. Добираться опыта? Те, кто не могут, например, пока организовать свой бренд, работая на российские бренды, производства которых размещены в Китае. Очень многие ездят, работают там достаточно успешно. И мы понимаем, что сейчас действительность такова, что без этого азиатского направления не будет полной картины представления мира, в том числе модного мира. Учат китайский язык не только ближе туда, к Владивостоку или какие-то другие регионы, но и сейчас, да, начинается потихоньку. Итак, что делали сезоны в Китае? Что там было, кто там был и чем запомнилась эта поездка? Мы ездили на неделю моды Silk Road, международную неделю моды Шелковый путь, где мы представляли Россию, Самару. То есть мы выступали и от Павловских сезонов, и представляли, в общем-то, наш регион. Я думаю, что за нас было не стыдно, краснеть не приходится. У нас был показ, презентация, профессиональный показ от Павловских сезонов, дефиле, и была презентация бренда Антона Пермякова. Это наш участник, но сейчас он уже растет, у него уже есть свой бренд Анпер, и он производит уже большие коллекции. Ничего себе. Не маленькие конкурсные, как в рамках фестиваля, а он показывал еще отдельное свое шоу на 30 выходов. То есть мы двумя показами представили наши возможности и наш потенциал. Это высокая мода или все-таки это что? Нет, это уже профессиональная неделя моды. То есть нам не давали скидки на то, что мы молодых дизайнеров показываем. Мы были на уровне с профессиональными дизайнерами, где были дизайнеры не только из Китая, а также из Монголии, из Кореи, из Италии, из России. Поэтому мы показались на уровне, очень хорошие отзывы получили, очень хорошую прессу после нашего дефиле. И нами очень заинтересовались китайские коллеги и очень хотят приехать к нам в Самару. На Павловский сезон? На Павловский сезон. Ничего себе, вот тут ты молодец. Потому что они увидели потенциал тех ребят, которые есть у нас здесь, и они бы очень хотели приехать на фестиваль. Им было очень приятно, что наш фестиваль традиционный, ежегодный. Это не разовая акция, то есть у нашего фестиваля есть история. И этим очень привлекательно. Нас встречали в Китае как супер гостей, супер бит гостей. Все было на высшем уровне. Это было очень здорово, потому что наш проект интересен не только здесь, не только в России, но и за рубежом. Это очень радует. Вдруг, допустим, нас смотрят сейчас совсем молодой, совсем юный дизайнер, девочка или мальчик, в школе учится, в университете. И все ему говорят, да ну, это никто в тебя не будет вкладываться. Шьешь для себя, кому это надо, столько всего развелось. Вот что можно в качестве совета сказать? Потому что кто-то учится в медицинском, но по ночам подружкам шьет классные юбки. Или делает какой-то удивительной красоты аксессуары, сумки, обувь, все что угодно. Во-первых, надо не бояться признаться самому себе в том, кто ты есть, в чем твое предназначение. Да, надо самому себе прежде всего ответить на этот вопрос. Все-таки я сторонник того, что надо учиться. И даже если ты сколько-то лет потратил на другое образование, но чувствуешь, что твое предназначение в другой отрасли, надо все-таки учиться. Потому что, к сожалению, наше время в силу распространения интернета... Самоучек много. Очень много самоучек, очень много тех, кто себя называет дизайнером, не являясь таковым. Сам себя признала. Я сторонник образования все-таки. Не курсов, не курсов кройки и шитья. Это тоже этап, но все-таки получать образование. В России, за границей сейчас возможностей очень много разных. И, конечно же, создавать что-то не на словах, чтобы эта мысль оставалась. А ты создай, покажи, и дальше уже жди отзывы, жди критику, похвалу, а может быть и перспективу, и международного уровня такая возможность сейчас есть. И даже если первый раз кто-то там скажет, что нужно доработать, дошить, доконструировать, что-то переделать полностью, такое тоже бывает иногда, не бросать. У нас на фестивале, вот именно ради этого, есть полуфинал. Он закрыт для широкой публики, там работают профессионалы. Нет пока сцены такой шикарной, как в оперном театре, будет на финале. Это зал в институте, в архитектурно-устроительном университете. Но там сидит Александр Васильев, вот так же, как мы с вами, на расстоянии вытянутой руки. И сидят профессионалы со всей нашей страны, из-за рубежа. И они общаются с дизайнерами. То есть вы можете показать свою коллекцию достаточно узкому кругу специалистов и услышать настоящие наставления. Стоит вам этим заниматься? Не стоит. А если стоит, то куда развивать свои данные, свой талант? И, пожалуй, вот это основное зерно нашего фестиваля. Именно там вы можете узнать о себе и о своей работе истину. Ну вот так, друзья. Мотайте на ус, не стесняйтесь, если вдруг есть какие-то идеи. Пробуйте, не бойтесь отказа, работайте над собой, учитесь. Мне кажется, это очень важные заветы и наставления. Мария, большое спасибо за беседу. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ну а мы с вами встретимся уже в следующую пятницу. Здесь, на телеканале Самара Гиса, придет и твое время. Если что-то интересное делаешь в этом городе или твои родные, близкие, друзья, какие-то проекты, мероприятия, расскажите нам о них, напишите или позвоните, мы обязательно пригласим в студию. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!